Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп стал одной из самых обсуждаемых персон далеко за пределами Америки. Его призыв закрыть въезд для мусульман в Соединенные Штаты уже спровоцировал не один скандал. Как все это отразится на ходе избирательной кампании Трампа? Репортаж Анатолия Лазарева. Акции протеста в Нью-Йорке, в Атланте Дональда Трампа изображают Гитлером. В Канаде хотят переименовать здание, носящее его имя. Университет Шотландии отзывает почетную степень, присвоенную мультимиллиардеру. Петиция о запрете Трампа въезжать в Великобританию набрала более 200 тысяч подписей. А это значит, что британский парламент рассмотрит этот документ. Предвыборное обещание кандидатов президента США от республиканской партии вызвало широкий резонанс. Трамп прочитал его с листа, говоря о себе в третьем лице, как бы подчеркивая это официальное заявление. Дональд Трамп призывает к полному и всеобъемлющему запрету мусульманам въезжать на территорию США до тех пор, пока представители нашей власти не решат, что, черт возьми, происходит. Эти слова произвели в эффект разорвавшейся бомбы. Он предложил установить слежку за мусульманами, закрыть мечети, устроить перепись американских мусульман, внести их в отдельную базу данных и заставить носить специальное удостоверение личности. Это напоминает политику нацистской Германии в отношении евреев. Я считаю, что это хорошая идея, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Эта мера может показаться слишком жестока, но такова реальность. В Белом доме заявили, что после таких высказываний Трамп потерял шансы на президентское кресло. А Хилари Клинтон, главный кандидат от демократов, воспользовалась моментом, чтобы обвинить конкурента в пособничестве терроризму. Республиканец Дональд Трамп плодит предрассудки и паранойю. Он призвал запретить въезд мусульманам в США. Это позорная и опасная идея, в то время как Америка делает все возможное, чтобы возглавить борьбу с ИГИЛ и другими радикалами. Трамп играет им на руку. От Трампа поспешили дистанцироваться и многие коллеги по республиканской партии. Похоже, это и есть его план. Накидываться на латиноамериканцев, мусульман, женщин. Но, послушайте, люди на это не купятся. Конечно, кое-кто его поддерживает. Но это не говорит, что мы все такие. В итоге Трамп пригрозил, что пойдет на президентские выборы в качестве независимого кандидата. Для республиканской партии это будет ощутимый удар. На данный момент у них нет более популярной фигуры. Предложение запретить мусульманам въезд в США Трамп озвучил вскоре после теракта в Калифорнии. Расстрелы 14 человек. Об этой же трагедии шла речь и в обращении к нации президента Обамы, которая разочаровала многих, не только Трампа, неуверенностью и отсутствием конкретных решений. В копилке Трампа немало скандальных обещаний. Если он станет главой государства, он построит на границе с Мексикой огромную стену, чтобы отгородить США от, как он выразился, наркоторговцев и насильников, вышлет из Соединенных Штатов всех нелегальных мигрантов. А это, по некоторым данным, более 11 миллионов человек. Впрочем, по мнению многих политологов, Дональд Трамп руководствуется фразой Черчилля «Любое упоминание в прессе хорошо, если это не некролог». Когда эксцентричный миллиардер только вступал в предвыборную гонку, мало кто видел в нем ее фаворита. «Даже несмотря на то, что он миллиардер, он противопоставляет себе американской элите, он говорит вещи, которые не принято говорить вслух, и это нравится многим американцам, которым кажется, что Конгресс и Белый дом завязли, не могут решить поставленные задачи. И тут появляется Трамп, который встряхивает все это политическое болото. Электорат хочет перемен». Скандалы, сопровождающие Дональда Трампа, пока не сказываются негативно на его популярности. Скорее наоборот. Согласно последним опросам, он не только по-прежнему кандидат номер один среди республиканцев на пост президента США, но и вдвое опережает своего ближайшего преследователя, сенатора штата Техас Теда Круза. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Анна Шаргатова. Первый канал. США.